МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений в лагере беженцев под Кале. Десятки мигрантов, выступающих против намеченного на понедельник начала ликвидации огромного бидонвиля, забросали полицейских камнями. Властями поставлена задача полностью снести лагерь до конца следующей недели. В ближайшие три дня запланировано расселение в центры содержания более 8 тысяч беженцев и нелегальных иммигрантов, передает Евроньюз. Более 170 заключенных бежали из тюрьмы на Гаите. Охранники погибли. При побеге в комнате охраны было захвачено огнестрельное оружие, в том числе пять винтовок. Полиция выставила кордоны на дорогах, ведущих от тюрьмы. Однако бежавшим помогает то, что они не были переодеты в тюремную одежду. Это дает им возможность слиться с местным населением, передает Вести.ру. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон впереди своего соперника Дональда Трампа уже на 12%. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC. Самыми провальными для репутации Трампа стали вопросы его отношения к женщинам и его заявления по поводу того, что он может не признать результаты выборов, если победу одержит Клинтон. Ранее Клинтон опережала Дональда Трампа всего на 4%. В Генеральной прокуратуре Казахстана прокомментировали информацию британских СМИ, уличающие кандидатов в президенты США Дональда Трампа, в операциях по отмыванию денег, похищенных семьей экс-акима Алматы Виктора Храпунова, передает Angry News. К примеру, Financial Times опубликовала, что о связи компании Трампа с семьей казахского экс-чиновника обвиняемого властями Казахстана в злоупотреблении служебным положением и хищениях из казны сотен миллионов долларов, свидетельствуют перепиской банковские документы. Около 35 тысяч человек арестованы в Турции за связи с Гюленом. Турецкие власти называют проживающего в США проповедника, вдохновителем и организатором неудавшегося государственного переворота в стране, попытка которого была подавлена в июле, передает Интерфакс. Всего после попытки переворота 82 тысячи человек подверглись проверке на предмет связи с Фетхулахом Гюленом. Еще 26 тысяч человек освобождены из-под ареста, но находятся под наблюдением. В Туркменистане сегодня начинается избирательная кампания по выборам президента страны, которые пройдут 12 февраля следующего года. Согласно утвержденному плану избирательной кампании, выдвижение кандидатов начнется за 60 дней до дня выборов. Как ранее сообщалось, в президентской кампании впервые примут участие три партии. Демократическая партия Туркменистана, также партия промышленников и предпринимателей и аграрная партия Туркменистана передает Интерфакс. Семьи погибших при крушении Ми-8 в России казахстанцев получат компенсацию. Один из погибших – уроженец Южно-Казахстанской области, второй – Североказахстанской области. Оба они являлись работниками российской компании «Спецстрой». Со стороны дипломатов будет оказана вся необходимая помощь в процессе транспортировки тел погибших в Казахстан. Вертолет, на борту которого находились 22 человека, в пятницу совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком округе. В итоге 19 человек погибли, трое пострадали, передает НУРКИИЗЭТ. Туркменистан приостановил безвизовый режим с Казахстаном. Это делается в связи с празднованием 25-летия Дня независимости Туркменистана. В связи с чем в соседней стране усилены меры безопасности и до 27 октября приостановлено действие упрощенного порядка въезда в страну иностранных граждан. На казахстанско-туркменской границе действуют два пункта пропуска – автомобильный «Темир-Баба», а также железнодорожный таможенный пост «Болошак», передает Интерфакс. Скончалась супруга известного бизнесмена, мецената Булата Абилова, Айгуля Билова. Об этом сообщается в социальной сети Facebook, передает НУРКИИЗЭТ. Пользователи социальной сети выражают на странице Булата Билова свои соболезнования. В частности, скоробные записи ставили Ермурат Бапи, Амиржан Кусанов, Назирада Римбет, Сергей Погосян, Лейла Хинжанова и другие. По некоторым данным, Айгуля Билова умерла после болезни. Сайт www.riko.tv.kz – самые актуальные новости, самые интересные темы. Редактор субтитров А.Семкин